Смотрите сегодня! World of Subways, New York Underground. Тот, кто всю жизнь мечтал прокатиться в метроне в качестве пассажира, а в качестве машиниста, однозначно оценит эту разработку. Red Aller 3. Красивая, энергичная стратегия, дополненная самыми современными приемами, но быстро надоедает. Tomb Raider Underworld. Уникальный случай в игровой индустрии. Главную героиню этой адвенчуры узнают даже те, кто никогда в жизни не играл в Tomb Raider. Fallout 3. Долгожданное продолжение легендарной игры. В память осталась ностальгия и самые нежные воспоминания. Что мы увидим в этой игре? Всем привет! В эфире снова Фак и я, Влад Лехов. Фак – самая приличная передача на телевидении. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее и внимайте. Серия стратегий Red Alert началась в 1996 году. Вторая часть вышла уже в 2000 году. А сегодня мы вам расскажем о версии 2008 года. Command & Conquer Red Alert 3. Разработкой занималась студией Electronic Arts. Последняя стратегия – Tiberium Wars. Так и не вышла из тени своего предка – Tiberium Sun. Red Alert 3, конечно, более громкая премьера, и внимания ей уделено больше. Два генерала из советского руководства, спасаясь от революции, перенеслись в прошлое и убили Эйнштейна. Это изменение радикально повлияло на ход истории. В результате в 23 веке на Земле осталось три супердержавы. Советский Союз, Япония и США во главе Атлантического альянса. Игра предлагает вам поучаствовать в Третьей мировой войне. Дело бы закончилось перестрелкой ядерными ракетами, но без Эйнштейна расщеплять ядра так и не научились. Зато придумали много других видов оружия. Лазерные танки, роботы, самолеты-амфибии и еще очень много самых разнообразных видов войск стоят у вас на службе. Все три стороны имеют оригинальную схему развития и собственные войска. Игра позволяет захватывать вражеские здания и пользоваться их технологиями. Все рода войск делятся на противовоздушные, противопехотные и противотанковые. При этом многие виды машин могут перемещаться и по воде, и по суше. На морских просторах разворачивается большая часть всех стратегических маневров. Проводить атаку вражеской базе удобнее всего с воды, обстреливая ее с ракетных рейсеров или авианосцев. Но к этим судам нужна целая эскадра из подводных лодок и прикрытие авиации. Универсальных войск здесь нет, любая армия будет состоять минимум из трех разных видов машин. Пехота не имеет почти никакого значения, только вначале можно сделать пару ракетчиков, чтобы прогнать разведвертолет. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 2,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, видеокарта с объемом памяти 256 МБ и 10 ГБ свободного места на винчестере. Игровой процесс насыщен самыми разными стратегическими ходами. Можно запустить ракету в центр вражеской базы или спустить на поле боя пару старых спутников. Но все войска настолько четко разграничены по спектру поражения, то вся тактика сводится к созданию конкретных наборов. У каждой стороны своя тактика, но только одна. Самое интересное, что на воде разворачиваются бои не меньше, чем на суше. Также на воде можно строить здания и добывать ресурсы. Ресурс всего один добывается в рудниках. За геймплей четверка. Графика качественная, хорошо прорисованы и анимированы все элементы на карте. Сама карта выглядит реалистично. Деревья, кустики, живая вода, естественные скалы и холмы. Но эта природная красота никак не сочетается с вашими постройками. В момент жарких сражений экран вспыхивает разнообразием ярких взрывов и выстрелов. Разобраться кто в кого и зачем почти невозможно. Игра сопровождается многочисленными роликами с участием реальных актеров. За внешний вид четверка. Звук в игровом процессе полностью состоит из стрельбы, взрывов и тревожных предупреждений. Музыка почти не слышна. В меню звучит очень интересный марш, мотив советский. Голос похож на русский, но слова кроме Советский Союз разобрать невозможно. Просто ритмичные звуки низким голосом. Отвратительная пародия. Но иностранный пользователь наверняка воспримет серьезно. Санкт-Петербург. За звук 3 балла. В целом интересная, красочная стратегия. Игра, насыщенная современными приемами, но однообразная и быстро приедается. Банальное звуковое сопровождение. Полное несоответствие историческим событиям, при этом активное использование реальных факторов. Итоговая оценка Red Aller 3 – 3 балла. Качество игры, конечно, на высшем уровне. Красивые декорации, интересный сюжет и масса новых стратегических ходов. Но тактика предопределена киберспортивной дисциплиной. Как Red Aller 2, игра вряд ли станет. Это место уже давно зарезервировано вторым Старкрафтом. Компании забилуют политическим юмором, проходятся с удовольствием. Однако полноценной русификации пока нет. И многие моменты остаются непонятыми. Часть из них мы разрешим прямо сейчас. Первый вопрос. Как, играя за Японию, защищаться от воздушных налетов? Даже башенки никакой нет. Отвечаем. Основной вариант противовоздушной обороны – это двуногие вертолеты. 5-6 таких машин на базе решат любую проблему, как с воздушными, так и с наземными врагами. Вопрос. А какая цивилизация в игре наиболее сильная? Отвечаем. Каждая сторона сильна по-своему. У Японии очень мощный флот. В Альянсе много видов оружия массового поражения и бомбардировщики. Но проще всего играть за Советский Союз. Мощные юниты и высокая скорость их производства делают свое дело. Каких только симуляторов не создано на свете. И водители автобуса, и дальнобойщика, и краболова. Казалось бы, что еще нового можно придумать? Оказывается, можно. Встречайте! World of Subways, New York Underground. Симулятор метро. Сколько раз вам хотелось посмотреть из кабины машиниста внутрь темного тоннеля? Теперь у вас есть такая возможность. Как это ни странно, но в игре нет режима обучения, поэтому разобраться без посторонней помощи будет довольно сложно. Как только вы вошли в игру и создали профиль, вам предлагается выбрать маршрут. Есть множество вариантов. Каждый маршрут — это определенный набор заданий. Как только вы выбрали задание и нажали Enter, вы оказываетесь в кабине машиниста. Надо отметить, что все прорисовано очень достойно, как в кабине, так и окружающий мир. При движениях курсора мыши осуществляется поворот головы, так что смотреть по сторонам во время поездки будет вашим любимым занятием. Во время остановок на станции у вас есть возможность выйти из кабины машиниста и походить по перрону, зайти в вагоны или просто перейти в другой конец состава и уехать в обратную сторону. Игра поступила в продажу 17 октября 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор на частоте 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 2,5 ГБ на жестком диске и 256 МБ видеопамяти. Игровой процесс нельзя назвать очень увлекательным, но на некоторое время игра вас заинтересует. Разработчики неплохо поработали над реалистичностью происходящего. В первую очередь, благодаря хорошей прорисовке окружающего мира, различным темным тоннелям и пейзажам за окном. Но что ни говори, одними видами сыт не будешь. Игре не хватает разнообразия. Маршрутов хоть и много, но все они выглядят похожи и не покидает чувство, что ты здесь уже проезжал. Станции, к которым подъезжаешь, очень однообразны. Хотя в Нью-Йорке они такие и есть. Собственный игровой процесс состоит из перемещения от одной станции к другой. Наша оценка геймплея — 4 балла. Внешне игра выглядит на высоком уровне по сравнению с различными похожими симуляторами. При движении из-под колес поезда на стыках рельс вылетают искры, освещая окружающую территорию и кабину машиниста. А также есть отблески от рельс и отражение светопрожекторов. Выглядит очень реалистично. За внешний вид World of Subways получает заслуженную четверку. Звуковое сопровождение также на высоком уровне. Стук колес и легкое посвистывание на поворотах — очень реалистично. Но не хватает музыкального сопровождения. За озвучку игра получает также 4 балла. Тот, кто всю жизнь мечтал прокатиться в метро не в качестве пассажира, а в качестве машиниста, однозначно оценит эту разработку. Остальным же рекомендуем опробовать эту игру в целях ознакомления с необычными симуляторами. А наша общая оценка игры — 4 балла. Разработчики неплохо постарались. Им удалось передать мрачную атмосферу тоннелей метро. А самое приятное в этой игре состоит в том, что нет суеты. Можно спокойно залезть в кабину и потихонечку покатить по рельсам по стук колес. Конечно, игра не блечит, так что нам и может быстро поднадоесть. Но мы уверены, что у World of Subway найдут свои фанаты. Так же, как и у других подобных симуляторов. И именно для них наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Я появляюсь в кабине и не понимаю, что мне делать дальше. Уже все кнопки перенажимал, а поезд не едет. Помогите. Отвечаем. Очень советую вам перед началом движения включить информационные таблицы кнопками F5, F6 и F7. Там отображение следующих станций, сколько до них осталось, какие двери открыты и так далее. Для начала надо включить реверс, иначе поезд не тронется клавишей Page Down. Далее отпускаем тормоз до предела клавишами стрелок. Влево отпускаем до упора, вправо тормозим, нажимаем пробел и поезд поедет. Следующий вопрос. Почему, когда я еду по туннелю, вдруг экран гаснет и начинается все сначала? Отвечаем. Когда вы едете по туннелю, обращайте внимание на сигналы семафоров. Если вы проехали на красный свет, вы нарушили правила миссии, так что надо заранее сбрасывать скорость и дожидаться зеленого сигнала. Следующий вопрос. Когда я проехал станцию и вернулся назад, мне засчитают ее или нет? Отвечаем. Если вы проехали станцию и вернулись, то в этом нет смысла. Станция не засчитана, и семафор впереди вас всегда будет красный. Смотрите далее. Fallout 3. Долгожданное продолжение легендарной игры. В памяти осталась ностальгия и самые нежные воспоминания. Что мы увидим в этой игре? Tomb Raider Underworld. Уникальный случай в игровой индустрии. Главную героиню этой адвенчуры узнают даже те, кто никогда в жизни не играл в Tomb Raider. Смотрите далее. Fallout 3. Долгожданное продолжение легендарной игры. В памяти осталась ностальгия и самые нежные воспоминания. Что мы увидим в этой игре? Tomb Raider Underworld. Уникальный случай в игровой индустрии. Главную героиню этой адвенчуры узнают даже те, кто никогда в жизни не играл в Tomb Raider. Все новое это хорошо забытое старое. Вот и Лара Крофт снова возвращается на экраны мониторов. А Эрик Линстром, креативный директор Crystal Dynamics, говорит о новой игре примерно следующее. В Legend мы сделали шаг в сторону экшен-адвенчуры. Но в Underworld снова возвращаемся к классической и исследовательской механике. Таким образом, Underworld это традиционный Tomb Raider, каким мы его впервые увидели 12 лет назад. Решение головоломок, поиск недостающих шестеренок и акробатические пазлы. Ключевых отличий несколько. Во-первых, оправдывая название, Лара проведет под водой примерно треть всей игры. Благодаря аквалангу ей больше не требуется регулярно искать подводные карманы и набирать там воздух. Во-вторых, навигация теперь функционирует по принципу эколота. В любой момент вы можете пропинговать пространство, составив таким образом трехмерную сонарную карту. Результаты работы сонара автоматически сохраняются. Но автопинга тут нет, так что если не обработать какую-то область, она так и не отразится на карте. QuickTime Events, к счастью, в этой серии будет. Их заменяет рапив плюс самые характерные эффекты. Размытие картинки, тяжелое дыхание и пульс в ушах. Последний минуется здесь Adrenaline Moment и включается без лишних предупреждений. Например, мост под ногами Лары начинает разрушаться и нужно быстро понять, куда прыгать. Найдено новое применение тросу с крюком. Теперь Лара умеет пользоваться им для вертикального спуска, как спецназ в Rainbow Six Vegas. Кроме этого, теперь у Лары Крофт есть фотоаппарат и снимки можно посылать друзьям. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,5 ГГц. 2 ГБ оперативные и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске новые приключения. Расхитительность игровниц займут 8 ГБ. После более-менее свежей Legend от Underworld ждали каких-то серьезных шагов. Но это больше похоже на очередное сезонное обновление. Купальник до пары новых движений. Все, тройка за геймплей. Обещанная грязь, которая должна была налипать на Лару согласно законам физики, как, например, в Sega Rally, оказалась фиксой. На модель просто периодически накладывается альтернативная текстура. Довольно печально для игры, где главными достопримечательностями являются акробатика и мокрая обтягивающая одежда. В остальном графика симпатичная, но устаревшая. Четверка за внешний вид. Звучит Лара, как и в Режде, лучше всех. Ее стоны никого не оставят равнодушным. Что же касается музыки и прочих эффектов, то они выполнены очень качественно. Пятерка за звук. Том Райдер, судя по всему, опять приближается к тому моменту, когда серии понадобится капитальная встряска. Любая игра, если выпускать ее три года подряд с минимальными дозами нового, пойдет на убыль. Но пока четверку получает адвенчура Том Райдера Андерволд. Какие бы оценки мы ни поставили игре, миллионы мужчин и подростков по всему миру запустят Андерволд на своих компьютерах и консолях. И ничто не отличет их от зерцания Лары Крофт в новом купальнике. Тут надо бы сделать умное лицо и сказать, что меня среди них не будет. Но боюсь, это не так. Очень уж много пришло вопросов по игре, и прямо сейчас мы ответим на самые часто задаваемые из них. Вопрос. Я прибежал к какому-то древнему храму, разбил несколько горшков, а куда идти дальше, непонятно, что делать. Отвечаем. В этом случае вам нужно применить очень эффектный акробатический прием. Слева стоит колонна. Прыгайте на нее, отталкивайтесь, прыгайте на противоположную стену, потом обратно. Таким образом вы заберетесь на самый верх. Геллара сможет охватиться за выступ. Далее, перепрыгивая с одной колонны на другую, забирайтесь на верхний этаж. Вопрос. Я застрял вместе с множеством высоких столбов. Никак не могу перебраться на другую сторону. Что делать? Отвечаем. Первым делом прыгайте на левую, ближайшую к вам колонну. Затем с нее перебирайтесь на соседнюю. Далее слезайте на деревянный шест внизу. Вставайте на него и перепрыгивайте на противоположную сторону. Снова встаем на шест и снова прыгаем вперед, на выступ в стене. Оттуда обратно, на колонну. Далее спускаемся вниз и прыгаем еще на один шест. Перебираемся к столбу и спускаемся к ручью. Вопрос. Я застрял. Передо мной обрыв и шест посередине. Но Лара до него не допрыгивает. Что мне делать? Отвечаем. Смело шагайте в обрыв. Там есть небольшой уступ, за который Лара успеет схватиться. Далее перебирайтесь к стене, перепрыгивайте на следующий выступ, а с него на шест. Аккуратно встаем на него и прыгаем вперед. Али-оп и дело в шляпе. Fallout 3 Fallout 3 Fallout 3 Fallout 3 – это третья часть известной постапокалиптической серии. Однако также этот проект – первая разработка по вселенной Fallout от Bethesda Softworks, которая выпустила популярнейшую рлевую игру за Elder Scrolls 4 Oblivion. Напомним, что компания Bethesda купила права на серию Fallout у Interplay в 2004 году, заявив, что студии вполне по силам создать достойного последователя двух отличных RPG, которые вышли в 90-х годах прошлого века. Действия игры происходят в Вашингтоне. Кто хоть раз был в этом городке, знает, насколько крохотное это место. Неудивительно, что авторы смогли запихнуть большую часть этой территории и ее окрестностей Fallout 3. Масштабы игрового мира сильно убавили в размерах по сравнению с Oblivion. Однако вместе с тем многократно повысилась и плотность происходящих в нем событий. Нельзя сказать, что эффект новизны держится долго. Со временем это может надоесть. Но после трех часов игры Fallout 3 не переставал удивлять. Игра поступила в продажу 28 октября 2008 года. Рекомендуемые системные требования Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео А также 6 ГБ на жестком диске Вообще исследовать мир интересно. Тут и там встречаются автоматические боты, вещающие пропаганду анклава. Встречи с мутировавшей фауной запоминаются и переживаются намного сильнее, чем раньше. Одним из самых тревожных моментов, касающихся Fallout 3, была боевая система. Она нисколько не портит динамику и действительно важна для геймплея. Ворогам Fallout 3 свойственно эмоциональное поведение. А система развития персонажей была максимально бережно перенесена в новую игру. Но и наконец главное! В Fallout 3 сохранилась возможность поступать при выполнении квестов, как вздумается. Наша оценка геймплея 5 баллов. Внешне игра выглядит не особо впечатляюще, хотя и очень приятно. Это компенсирует сообще атмосферой игры, благодаря чему на графику особо не обращаешь внимания. Она вполне приемлема для проекта такого уровня, и меньше 4 баллов мы поставить никак не можем. Звук в игре удался на славу. Как спецэффекты с работой актеров, так и музыкальное сопровождение. При наличии правильной аудиосистемы, вы сможете в полной мере насладиться озвучкой. Мы оцениваем звук в игре на 5 баллов, и предлагаем вам небольшой фрагмент из игры. Возможно, не все оценят эту игру. Особенно она может смутить тех, кто в заклёп играл в предыдущей части. Но всё-таки, этот проект стоит вашего внимания и потраченного времени. А наша общая оценка Fallout 3 – 5 баллов. В целом, хочется отметить, несмотря на все опасения, видно, что GFD Softworks отнеслись к игре с любовью и вниманием. Каждой детали, каждой мелочи. Fallout – это любовь детства, а воспоминания о нём необычайно сильны и дороги. Третья часть – совсем другая игра. Но, что интересно, игра увлекает так же сильно, как и 11 лет назад. А иногда она напоминает украинский сталкер. Главная же основная печаль состоит в том, что упор Fallout 3 сделан на экшен, нежели на RPG. В общем, вы и так всё сами видели и слышали. Поэтому перейдём к вашим вопросам и нашим ответам на них. Вопросов по игре приходит великое множество. Ответить на все не успеем, поэтому рассмотрим самые основные. Первый вопрос. Можно ли продолжить игру после выполнения финального квеста? Отвечаем – нет, нельзя. После его завершения игра заканчивается. Следующий вопрос. А где можно найти собаку и вообще? Для чего она нужна? Отвечаем. Её вы найдёте на свалке, около Орефа и общины к интерьере. Она покусывает врагов, ищет патроны, оружие и аптечки. Следующий вопрос. А как получить перк к ношению силовой брони? Отвечаем. Обучиться этому перку можно после принятия в Братство Стали. Но туда вас примут только по сюжету. Следующий вопрос. Где найти Коллина Мариарти? Отвечаем. Он в своём баре за стойкой, за которой, в свою очередь, дверь в покое этого человека. Следующий вопрос. А как получить увечья? Не просто словить пулю, а именно сломанную конечность? Отвечаем. Ну, например, можно напороться на мину или гранату. Также его можно получить, если долго стрелять по одной части тела. Когда отшибут, ходят увечья. Следующий вопрос. Как пробраться на станцию Новости Галактики? Где пройти невозможно? Отвечаем. Воспользуйтесь метро. Ориентируйтесь по компасу. На карте маршрут проложен. Это пунктирные линии с точками. Точки — это входы и выходы из метро. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте Муздафиств.ру Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzafistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!